Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем очередное занятие комбинированных заданий по математике и русскому языку. Давайте проведем каникулы с пользой, чтобы новый учебный год начался успешно. Итак, первое задание выполним по русскому языку. Прочитайте текст. Прочитаем текст вместе. В комнате на полу зашуршала бумага. Ваня глянул туда. Это был еж. Как он сюда попал? На крик мальчика пришла мама. Еж спрятался в уголке. На пол поставили миску с молоком. Минуты три все ждали. Выкатился серый комок. И давай пить молоко. Задание. Спешите. Подчеркните в первом предложении слова, у которых все звуки твердые. Выполните это задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Проверим. Вам нужно было подчеркнуть в первом предложении слова, у которых все звуки твердые. В слове комнате буква Е придаёт мягкость предыдущему согласному. Это слово нам не подходит. Слово на полу. Здесь буква О и буква О придают твердость предыдущему согласному. Зашуршало. В этом слове все согласные звуки твердые. Слово бумага. В этом слове все согласные звуки твердые. Если вы выполнили это задание так же, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Следующее задание. В следующем задании нужно списать текст и найти орфограммы в выделенных словах. Объяснить написание этих слов. Давайте прочитаем текст. В лес пришла весна. Растаял лёд на лесных дорожках. Громко поют птицы. Берёзовые почки набухли. Зацвела ива. На полянках робко показались первые подснежники. Яркое солнышко улыбается всем. Спешите этот текст. Продолжение следует. Давайте объясним написание орфограммы в выделенных словах. Слово весна. Ударение падает на второй слог. Безударный гласный Е, который можно проверить ударением. Чтобы проверить безударный гласный, нужно подобрать однокоренные слова или изменить форму слова так, чтобы безударный гласный стал ударным. Проверочное слово весны. Буквой Ё мы можем проверить букву Е. Следующее слово лесных. Ударение падает на второй слог. На букву И. Безударный гласный Е. Проверочное слово лес. Также в этом слове есть сочетание с Н. Слово лес без буквы Т. Значит, буквы Т в этом слове нет. Следующее слово почки. В данном слове орфограмма называется буква-сочетание. Ч. К пишется без мягкого знака. В слове робко. Парный согласный в корне слова. Чтобы проверить парные звонкие глухие согласные, нужно подобрать однокоренное слово так, чтобы после согласного был гласный. Например, робок или робеть. Звук Б слышится четко. Мы объяснили все орфограммы. Вы списали текст. Продолжаем работать. Следующее задание. В следующем задании нужно разобрать слова по составу. Осинник, лесной, любят, цветут, тетрадка, ключик, больной. Чтобы разобрать слова по составу правильно, вспомним, из каких частей состоит слово. Слова в устной речи состоят из слогов и звуков. На письме слова состоят из букв. Но в слове можно найти и другие части, которые помогают понять значение слов, правильно использовать их в речи и грамотно писать. Вот послушай. Слова лес, лесок, перелесок, лесной, лесник имеют общую часть лес, которая помогает понять значение более длинных и сложных слов. Например, лесник — тот, кто ухаживает за лесом. Слова, которые имеют общую часть и близки по значению, называются родственными. Общая часть родственных слов называется корнем. В наших словах общая часть — корень лес. Родственные слова называют ещё однокоренными. Кроме корня, слова могут иметь и другие одинаковые части. Например, одинаковые части перед корнем. Вылетел, выплыл, выбежал, выскочил. Эта часть слова называется приставкой. Приставка «вы» указывает на направление действия. После корня тоже могут быть одинаковые части. Например, в словах «лосёнок», «слонёнок», «орлёнок», «козлёнок», «лисёнок» суффикс «ёнок» обозначает детёнышей. Чтобы хорошо понимать смысл слова и овладеть правописанием, надо знать составные части слова. Приставку, корень, суффикс и окончание. Вместе выполним это задание. Запишем слова. Разберём это слово по составу. Осинник. Подбираем однокоренные слова. Осина. Корень осина. Окончание нулевое. Суффикс «ник». Основа слова «всё, что без окончания». Усинник. Следующее слово. Лесной. Лесной. Корень – лес. Окончание – ой. Суффикс «н». Основа слов «лесн». Следующее слово. Любят. 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 Любить. Любовь. Корень – люб. Окончание – яд. Основа слова «люба». Следующее слово. Цветут. Цветут. Тут. Корень – цвет. Окончание – от. Основа слова «цвет». Следующее слово. Тетрадка. Тетто. Рада. Тетрадка. Тетрадь. Тетрадка. Корень. Окончание – а. Суффикс «к». Основа слова «тетрадка». Следующее слово. Ключик. Ключик. Корень – ключ. Корень – ключ. Окончание – нулевое. Суффикс «ик». Основа слова «ключик». Последнее слово «больной». Корень – больно. Окончание – больно. Суффикс «н». Основа слова «больно». Выполним следующее задание. Запишем и выучим словарные слова на букву «т». Приготовьтесь записывать. Тарелка. Театр. 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 ТЕРРАСА ТЕРРИТОРИЯ ТЕТРАДЬ ТОВАРИЩ ТОПОР ТРАКТОР ТРАКТОР ТРОЛЛЕЙБУС ТРЯСИНА ТРЕХКОЛЁСНЫЙ 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 Значение слов можно найти в словаре, который называется «Толковый словарь». Также можно спросить значение слов о взрослых или обратиться к интернету. Работаем дальше. Следующее задание. Следующим заданием мы будем решать задачи. Прочитайте задачу. Прочитаем задачу вместе. В одном пакете 7 груш. Сколько груш в трёх таких же пакетах? Задача на умножение. Подумайте, какое число в примере должно быть первым. Что такое умножение? Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Подумайте, прочтите ещё раз, сколько груш в одном пакете и сколько таких пакетов взяли. Решите эту задачу, а потом проверим. Проверим решение этой задачи. Оформим условие задачи в виде краткой записи. В одном пакете 7 груш. В трёх пакетах неизвестное количество груш. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нам нужно 7 умножить на 3. 21 груша в трёх пакетах. Если вы выполнили решение этой задачи так же, вы молодцы. Поставьте восклицательный знак. Работаем дальше. Следующая задача. Прочитайте. Прочитаем задачу вместе. Света купила 3 булочки по 5 рублей. Сколько рублей стоит вся покупка? Выполните решение этой задачи. Проверим. Краткая запись. Одна булочка стоит 5 рублей. Нам нужно узнать, сколько стоят 3 такие булочки. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нам нужно 5 умножить на 3. 15 рублей стоят 3 булочки. Если вы решили эти задачи так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Следующая задача. Прочитайте. Прочитаем вместе. На кондитерской фабрике в одну коробку кладут по 8 конфет. Сколько конфет в 5 таких коробках? Выполните решение этой задачи. Продолжение следует... В одной коробке 8 конфет. В 5 коробках неизвестное количество конфет. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нам нужно 8 умножить на 5. 40 конфет в 5 коробках. Если вы решили эту задачу так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Работаем дальше. Следующее задание. Решите примеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Проверим. 70 плюс 10, 80. 17 плюс 71, 88. 15 плюс 29, 44. 34, 35 минус 10, 25. 75 минус 43, 32. 87 минус 68, получится 9. Если вы выполнили решение этих примеров так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Следующее задание. Вставьте пропущенные числа. Субтитры создавал DimaTorzok Проверим. 9 умножить на 10 равно 90. 3 разделить на 1 равно 3. 15 разделить на 3 равно 5. 1 умножить на 7 равно 7. 7 умножить на 1 равно 7. 10 разделить на 2 равно 5. Если вы решили так же, вы молодцы. Работаем дальше. Следующее задание. Нужно решить уравнение. Уравнение – это примеры с неизвестным. Нам нужно найти неизвестное число. Для этого нам нужно посмотреть, какое действие мы выполняем. Первое уравнение. Здесь нам неизвестно вычитаемое. Вспомним правило. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно от уменьшаемого вычесть разность. Смотрим на второе уравнение. Здесь неизвестно слагаемое. Чтобы найти слагаемое, нужно от суммы вычесть известное слагаемое. Третье уравнение. Здесь нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к вычитаемому прибавить разность. Выполните решение этих уравнений. Продолжение следует... Проверим. Х равен... От 95 вычитаем 66. Х равен 29. Второе уравнение. Чтобы найти слагаемое, нужно от 44 вычесть 27. Получится 17. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к вычитаемому прибавить разность. Х равен 50. Проверьте. Если у вас так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Сегодня мы с вами очень хорошо поработали. Я желаю вам хорошего отдыха, прекрасной погоды и чудесного настроения. Поставьте мне лайк. Это ваша благодарность за мою работу. Всего вам самого доброго. До новых встреч.